В прямом эфире Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике и сначала коротко о главных из них. За бунт ответят перевозчиков Абакана накажут за неудобства, доставленные пассажирам. На грани банкротства Хакасия рискует потерять свою самую известную здравницу на озере Шира. Утренняя звезда загорится в Хакасии. Самые талантливые коллективы выберет сам Юрий Николаев. Забастовка пассажироперевозчиков, которая накануне парализовала Абакан, не сойдет бизнесменам с рук. По крайней мере, городские власти сегодня заявили о своих намерениях привлечь транспортников к ответственности. Напомним, накануне с рейсов сошли около 200 машин, практически 7 часов автобусы простояли в боксах. Поводом для бунта стало новое положение, по которому должны работать предприниматели. Подробности конфликта в следующем материале. В Абакане есть департамент по транспорту, есть мэрия, глава города и несколько его заместителей. Но, похоже, все они бессильны, когда у пассажироперевозчиков появляется подозрение, что их интересам что-то угрожает. И к непредсказуемости городского автопарка многие привыкли. Конечно, нельзя такого делать. Это же люди на работу идут и все. Ну, им, наверное, виднее. Наша жизнь такая. То, о чем не принято говорить вслух официально, на автобусных остановках сегодня главная тема. В Абакане практически все автобусы из одного гаража. Власти у нас беззубые. Я бы на их месте лицензию отобрал и все у одного хотя бы, у Семенова. Это хитрый человек. Когда на выборы он кричит, ох, я-то какой хороший. Это уже не один раз. Во время забастовок обычно забывают про сотни людей, которые вроде и не хотят, а бастуют. Контролер получил зарплату, его дети получил зарплату. День, день, час, час. Сколько рейсов у него? Вчера они по двалице сделали, сегодня же я разговариваю. Говорит, кто-то получил 130 рублей. А кто, говорит, на коммерческие, не в Семеново. Те, говорит, вообще ничего не получили. Организован этот неприкрытый шантаж, этот демарш. Я считаю, что такие методы абсолютно недопустимы. И, возможно, именно потому, что договоров на коммерческие перевозки в абаканских автобусниках нет. Абаканской мэрии у бунтующих перевозчиков давно доверия нет. Спасение они пытались найти в Уфас. В службу поступило разом 35 обращений. Жаловались друг на друга и на мэра. Антимонопольщики помогли составить документ, по которому должны работать транспортники. Теперь они бизнесменам враги. Все пункты по ответственности по договору, естественно, возмутили перевозчиков. Новый документ вступит в силу только после того, как его одобрит абаканский горсовет. И пока неизвестно, в каком он будет виде. А сейчас чиновники пытаются найти управу на пассажироперевозчиков. На Уфас надежды нет, так как забастовка не попадает под сговор. Больше надежды на прокуратуру. По крайней мере, абаканская мэрия уже сегодня передала все необходимые документы силовикам. Кроме того, к решению проблемы подключился уполномоченный по правам человека. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Убытки от вчерашней стихии подсчитывают сегодня в разных районах Хакасии. Напомним, штормовое предупреждение было объявлено по всей республике. Порывы ветра кое-где достигали 30 метров в секунду. Непогода в Ширинском районе в поселке Колодезный чуть не обернулась трагедией. Лишь по стечению обстоятельств никто не пострадал. Я задремал, а потом слышу, что ветер дует, а порывы, это уже привычно. А потом слышу, что-то загремело. Я так и подумал, думаю, наверное, балкон. А больше чего? Ну, я взял, вот так вот дверь подошел, встал, дверь открыл, посмотрел, нет. Вместе с тяжелыми перилами с третьего этажа рухнули вещи, которые хранились на балконе. Старая морозилка, бытовой мусор и несколько листов стекла. Упала и спутниковая антенна. То, что никто не пострадал, утверждают жильцы пятиэтажки, просто чудо. ЧП произошло в обеденные часы. Обычно в это время очень много прохожих. Да и тропинка к подъездам лежит как раз под аварийным балконом. Сегодня жители Колодезного стараются обойти этот дом стороной. Остальные балконы ничуть не крепче. Ну, 68-го года он стоит. Я тогда в третьем классе учился, когда его поставили. А мне сейчас 58 лет. Представляете, сколько он стоит? Без ремонта, без всего. Ничего же не делается. А здесь вот такие порывы, что бывали здесь вот ребятишек в школу проводят. То есть если ветер дует, порывы, их сносит, он вносит, он в гаражам туда. Курорт озера Шира переживает не лучшие времена. Известная здравница погрязла в долгах. Есть вероятность, предприятия в ближайшее время признают банкротом. Все подробности у наших корреспондентов. Следующий сезон может так и не открыться. Курорт озера Шира в двух шагах от банкротства. Налицо все признаки. Миллионные долги, задержки по зарплатам, первые сокращения. Впрочем, собственника, основная часть акций у профсоюза в Хакасии, в этой ситуации ведет себя более чем странно. Меняют управленца. Причем ставят у руля человека, под руководством которого рухнуло не одно предприятие. Дмитрий Рябов за последние два года помогал справиться с кризисом семи организациям. Все они сегодня разорены. Нового директора назначили быстро и в узком кругу, не предупредив даже о кадровой смене администрацию Ширинского района, у которой более 4% акций. Такой серьезный вопрос, как смена руководителя, я считаю, должен решаться в полном составе Совета директоров. По имеющейся мне информации, из девяти членов Совета директоров на заседании присутствовало пятеро, из которых только трое проголосовало за ставку предыдущего директора. Мне до сих пор непонятно, почему такие решения принимаются собственником. Тайно господин Рябов как таковой производственной деятельностью не занимался. Одновременно является генеральным директором двух предприятий. На территории курорта он не проживает, на работе его нет. Кому выгодно банкротить курорт, пока остается загадкой. Ясно одно – это лакомый кусок для бизнеса. Годовой доход – 120 миллионов рублей. Между тем, вместо зарплаты – авансы. То, что последние три месяца получают копейки, сотрудники курорта на камеру говорить отказались. Люди боятся увольнений. Руководство же объясняет, со дня на день деньги будут. Однако прокуратура уже выписала штрафы новому директору за задержку по зарплате, которую, кстати, можно было избежать. Деньги после окончания сезона в кассе были. Они должны были пойти на выплаты рабочим. Но профсоюзы Хакассии распорядились средствами курорта иначе. На основании решения совета директоров, тайных заседаний, три с половиной миллиона было отвлечено безвозмездной помощи. Не является ли это шагом преднамеренного подкрытства курорта? Я думаю, его финансовое состояние не позволяет сегодня заниматься благотворительностью. Собственники курорта сложности в ситуации не видят. Называют проблему никак иначе, как мелкая шероховатость в финансах. Заверяют, им удастся вытянуть лечебницу из долговой ямы. Скажем так, в объемах предприятия, задумываясь, небольшая. Но проблема в том, что она образовалась. Деньги надо как-то сейчас. И разорваться невозможно, потому что источник поступления, он несколько ограниченный. Ситуация более-менее позволяет нам, скажем так, существовать. Однако факты говорят обратное. Как нам стало известно, на днях арбитражный суд Хакасии получил заявление. В нем сам курорт просит статус банкрота. Заседание пройдет в середине декабря. Курорт Шира всегда был курортом всесоюзного значения. А сейчас, вот там, я как полагаю, работников человек 400. И куда им деваться? Даже не представляю, ладно, кто на пенсии. А людям даже за жилье нечем платить. При самом худшем развитии события, а все идет именно к этому, уже через две недели. Курорт признают банкротом. Работы лишатся сотни сотрудников. Республиканская здравница уйдет с молотка в частные руки буквально за копейки. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Сегодня утром в столице Хакасии приземлился самолет с останками красноармейца Ивана Грызина. Их привезли в Абакан в сопровождении двух внуков погибшего солдата Павла и Ивана Грызиных. Артиллерист Иван Грызин погиб в Смоленской области в самом начале Великой Отечественной войны. Он был призван из села Краснополье в те годы в составе Алтайского района Красноярского края. Солдат пропал без вести в августе 41-го и только спустя 72 года его останки нашли. При себе у красноармейца сохранилась капсула, в которой находилась бумага с информацией о нем. Вот нашли каску, лопату, патронтаж. Ну, сапоги были, но они сгнили. И патроны, которые отстреливались, ну, гильзы уже пустые. Красноармейца похоронят завтра в селе Краснополе и рядом с могилой сына, который не дожил до этого дня чуть больше месяца. Из троих детей солдата сейчас осталась в живых только его дочь. Она живет в Краснополе. Организацию перезахоронения взяли на себя администрация Алтайского района и военный комиссариат Хакассии. Кстати, в архивах военного комиссариата нашлась похоронка на Ивана Грызина, которую так и не передали родственникам в годы войны. Минувшие сутки в Хакассии пополнили трагическую статистику погибших на дорогах. В разных районах произошло 6 ДТП. В результате двое погибли, 4 человека получили ранения различной степени тяжести. В Саиногорске рано утром по дороге на Майнскую ГЭС водитель автомобиля Хонда не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем съехал на обочину и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Другая авария со смертельным исходом произошла возле села Калинина. Водитель Тойоты сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Спасти его врачам также не удалось. Некоторые сироты Абакана в эти дни поверили в предновогоднее чудо. Бывшие воспитанники детских домов получили ключи от собственных квартир. Один из новоселов, Анатолий Шадрин, он совсем скоро начнет обустраиваться на новом месте. А пока просто пытается поверить, что приятные перемены в жизни происходят именно с ним. Ключи Анатолию сотрудники отдела опеки и попечительства вручили накануне. Сегодня в обеденный перерыв молодой человек спешит вновь в квартиру. Своего жилья у парня никогда не было. За плечами детский дом, сейчас живет с дядей. Это буря эмоций, восхищений. Просто я так долго этого ждал, и вот наконец это произошло. И у меня даже слов нету, я был просто поражен. Здесь я поставлю кровать, а в этом углу я поставлю телевизор и компьютерный столик. Ну, пока вроде все. В ванной займет место стиральная машина. Ее Анатолий уже тоже успел приобрести. А вот кухни пока преобразований не требуется. Прежние хозяева оставили мебель. Вот здесь интересно сделать столик. Вообще прям интересно и симпатично. Мне даже самому нравится. Столик поставлю туда, как бы там обедать, туда-сюда. Кофе пить, допустим, можно здесь. Анатолий уже в ближайшие дни планирует создать интерьер. И встретить Новый год уже на новом месте. Отметят до конца декабря новоселье в общей сложности 24 молодых человека из Абакана. Все из категории бывших воспитанников детских домов. 17 из них ключи уже вручили. Средства на приобретение жилплощади выделяет республиканские федеральные бюджеты. В общей сложности более 35 миллионов рублей. С этого года система передачи квартир несколько изменилась. С 1 января 2013 года эти жилые помещения передаются в специализированный жилищный фонд. До этого их передавали в соцнайм. И, к сожалению, были факты, когда дети приватизировали и продавали эти квартиры, теряли фактически право жить в жилье. Потому что государство предоставляет однократно жилье по этой программе. По закону заключить договор соцнайма и, если получится, приватизировать квартиру, молодежь сможет только через 5 лет пользования жильем. Одним словом, создание специализированного жилищного фонда – это своего рода защита имущества бывших сирот. Наталья Гормашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Известный телеведущий Юрий Николаев приедет в Хакасию выбирать победителя регионального конкурса «Утренняя звезда». 14 декабря на сцене Республиканской филармонии пройдет финал творческого состязания. И во главе команды жюри встанет создатель и неизменный ведущий этого популярного шоу – народный артист России Юрий Николаев. Конкурс проходит по инициативе и при поддержке Министерства культуры России, Совета Федерации и правительства Хакасии. Отбор самых сильных коллективов во всех районах республики начался еще в августе. В итоге в финал прошли 24 участника в трех номинациях – эстрадная и фольклорная песня, а также хореография. Победители регионального этапа конкурса «Утренняя звезда» будут представлять Хакасию в Москве. Россия в гостях у Эссена. Под таким названием прошел фестиваль российского искусства в Германии, десятый по счету. Участие в нем принимали и артисты из Хакасии. От нашей страны в фестивале были заявлены 10 субъектов. Делегация из Хакасии оказалась единственной в номинации «Искусство». В творческую программу привезли заслуженный артист России Хакасии Евгений Улукбашев, актеры Национального театра «Кукол сказка». Они выступили со спектаклем по мотивам хакасского эпоса «Керы сарык и змея». В числе делегатов также фольклорный ансамбль «Ульгер», хореографический коллектив «Кунсюзы», театр «Мод Алтыр». Участников фестиваля зрители встречали бурными овациями. В залах не было свободных мест. Несмотря на языковой барьер между слушателями и артистами, все происходящее на сцене понималось без перевода. Для европейцев это как раз для них важна хакасская культура, этника, они очень этим интересуются. Я сам испытал огромную гордость за нашу культуру, за нашу республику, потому что все-таки программа удалась. И она удалась благодаря нашим общим силам. Не только для иностранных зрителей, но и для мэтров российского кинематографа Хакассия представилась одним из самых загадочных регионов. Народный артист России, актер, режиссер Владимир Меньшов отметил, что эта встреча буквально открыла для него Хакассию. У меня к этому часу все. Напомним, следите за новостями на нашем сайте вести.дефисхакассия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.